А мы едем в аэропорт. Кого встречать? Бабушку. Бабушку! Как мы рады. Да? Да. Что со Светом? Главное теперь не опоздать, как обычно. Смотрите, какое у нас солнце. Представляешь, бабушка, в какой закат летела? Какая красота. Надеюсь, что мы не подстали. Я уже соскучился по самолету летать. Скоро полетим. Идем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Пойдем. Андрюша, скорей. Тебе дам печеньки. Мам, собейдем. Хочу есть, умирай. Я хочу есть. Господи. Думаешь, что я не хочу есть? У нас есть, мозг свернет. У нас, наверное, все... И Наташа такая же. Если... Дима, Наташа и Тони. Все, сейчас мне вынесу правду. Если хотят кушать, просто никакого покоя. В этом видео я, конечно, обязательно покажу вам свой диетический и любимый салат. А пока что у меня сегодня такой чип-милл, поэтому мы едим и пьем вино. Да, и пьем вино. Но от вина я и не отказывалась. Это очень хорошее. Ну, конечно, нужно знать миру во всем. А я считаю, это вырежется из видео. Кушать надо есть, и все. Нет вредных продуктов. Есть. Надо знать миру во всем. Сейчас мы поедем, погуляем по магазинам, и мама у нас покажет свои навыки. Будет сама выбирать себе одежду, а я буду смотреть. И будет все понятно, смотришь ты мои видео или нет. А я все буду с вами? А ты будешь в кино. Тебя мы закинем в кино смотреть мультик. Можно я на твоем примере покажу, какую рубашечку не нужно носить? Нет. Хорошо. Пройдись, мама. Девочки, вот на лето такой вот удлиненный белый жакет. Это прям вот must have, потому что его можно надеть вообще на любое платье, любые джинсы. Белый жакет, конечно, очень басно освежает образ. Давай другой. Девочки, идеальный костюм из Линан. Очень удобный, комфортный, вообще очень приятный. И хотел бы обратить на него внимание. Очень классный. Знакомая обувь, которую я показывала. У него просто на лето прям идеально, потому что очень часто спрашивают какой-нибудь такой вот комфортный на каждый день, да, повседневный алк-фит. Сограм идеальный. Причем он будет абсолютно по-разному играть, в зависимости от того, чем вы его наденете и какую маечку подберете под низ. Обувь, соответственно. Чувствуется, что мне очень удобно. Не могу показать, чем объявлено. Крутое льняное платье, которое я тоже показывала, рассказывала. Вообще в Мангу отличная коллекция одежды из Нага. Продолжение следует... А я еще думаю, почему такие зеркала залапанные? Зеркала. Доброе утро! Крутое льняное платье. Корректор А.Кулакова Т.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, наконец-то пришло время показать вам мой салат. Ничего сложного в нем нет, но он точно полезный, вкусный и ем его я достаточно часто, периодически меняя какие-нибудь ингредиенты. Для этого мне нужна рукола. Это мои любимые листья салата. Рукола именно их я ем. Возьму также огурчик. Это все зависит от того, что есть в моем холодильнике, поэтому козий сыр добавлю только сегодня для того, чтобы показать вам. На самом деле, я сейчас на такой своеобразной диете исключила полностью всю молочку, даже козью. Все мучное, сладкое. Обратите внимание, теперь я, когда я начала следить за своими порциями, раньше я бы взяла вот эту тарелку, как обычно. Сейчас я возьму вот эту тарелочку. На самом деле, размер тарелки действительно решает и можно приучить себя есть более маленькими порциями. Я пока в процессе. Мне это дается не так легко, но очевидно, что мне это нужно, потому что потом я мучаюсь со своим желудком. Нет, здесь ничего не поместится. Все-таки я возьму вот эту тарелку. Вот так вот гораздо лучше. Теперь я обязательно к себе в салат, обычно, когда я не на какой-то там строгой диете, обязательно добавляю какой-нибудь белок. Я не ем мясо, соответственно, это может быть рыба на гриле или на пару. Но чаще всего это обычные маленькие креветки. После этого я добавляю киноа. Тоже очень его люблю. Вот таким вот образом. Да, у меня салат получился на двоих. Большая какая-то порция. Даже я не смогу, мне кажется, ее осилить, но тем не менее. Осталось добавить вот этот сыр. Он очень низкокалорийный, очень легкий, как я говорила. Но даже потом, в принципе, если его перемешивать, больше превращается в такой йогуртовый соус. Немножечко совсем оливкового масла, хотя, в принципе, иногда я даже обхожусь и без него. Ну и бальзамика. Мне нравится такая вот кислинка, которую... Сверху я еще немножечко поливаю себе вот таким вот соусом. Инжир. Очень люблю добавлять орегано сверху. Я каждый раз, когда делаю себе салат, сажусь, любуюсь им. А потом начинаю есть. На меня теперь. Это, конечно, у меня является таким основным приемом пищи, если я делаю себе такой салат. Особенно, если добавляю туда белок какой-то и козий сыр, как сегодня. Во время приготовления салата у меня проснулся зверский аппетит, поэтому я пошла есть. Все, мне плохо. Я съела все, естественно. Как же они все-таки в листах, красивые. Сегодня я предстану перед вами в своем естественном облике. Раз уж в прошлый раз я показала вам свой шкаф, то на этот раз я решила ответить на еще один вопрос по поводу моих средств по уходу за кожей. Так, эта маска у нас от Премьер. Израильская косметика, которую я купила сейчас как раз в Израиле. Это маска с эффектом Золушки, которую все очень любят. Я решила попробовать такую маску от Премьер и могу вам с уверенностью сказать, что это очень крутая маска. То есть лицо заметно действительно освежается, кожа увлажняется, приобретает здоровый сияющий вид. Маска от российской компании Сибирское здоровье. Это очищающая маска для лица с лечебной длиной. Эффект от этой маски все-таки мне нравится. Он такой очень освежающий. Мне нравится его наносить, когда в домашних условиях я чищу себе лицо. Еще одна маска, которой я постоянно пользуюсь, это маски, разные маски от Апевита. Апевита это греческая косметика, основанная на натуральных ингредиентах. Конкретно вот в этой маске мне очень нравится тот факт, что она, во-первых, очень вкусно пахнет, что для меня важно. У нее приятная такая мягкая текстура, которую легко наносить. И лично на моей коже она очень быстро впитывается и очень важно потом легко смывается. Еще у меня всегда в ванной комнате есть какой-нибудь ночной пилинг, основанный на фруктовых кислотах, который я наношу на ночь периодически. На данный момент я пользуюсь Биодерма, но выделить какую-то конкретную фирму я пока не могу. То есть эффект, на мой взгляд, у всех одинаковый. Теперь относительно крема. Мой крем, который всегда есть у меня в ванной комнате. Это такой крем, он из Дании. Очень натуральный крем, без всяких вредных добавок. Он очень подходит как раз для чувствительной кожи. И он настолько натуральный, у него нет вообще никакого запаха. Скандинавская косметика, вообще средства по уходу за кожей, лица или тела, это что-то вообще с другой планеты. Потому что их косметика, ну, не сравнится, мне кажется, ни с чем. Они там все помешаны на всем натуральном, чтобы нигде ничего не было, никаких ежек, никаких добавок. Это относится как к питанию, так и к косметике, уходу за собой. Поэтому я всегда с радостью или заказываю себе что-то из Дании, или покупаю там сама. Теперь хочу сказать вам про крем, такой вот белорусской компании. Он у меня появился случайно. Мама просто летела на Кипр через Минск и приобрела мне там вот серию косметики вот этого бренда. И я попробовала уже их ночной крем увлажняющий для девушек, кому за 30. Дозатор плохо работает, и я просто его стала открывать вручную. И мне на самом деле этот крем очень понравился. Он имеет нереально легкую текстуру, приятный, опять же, запах. И впитывается настолько быстро, что на утро, когда я просыпаюсь, у меня просто приятная такая чистая увлажненная кожа. И даже не скажешь, что я вообще на нее что-то носила. Потому что это для меня прям проблема. Я не люблю ни тональные кремы из-за этого, ни какие-то жирные, вообще увлажняющие средства. Потому что ощущение того, что на моей коже что-то есть, мне совсем не нравится. Поэтому я всегда в поиске вот именно таких очень легких средств. Поэтому этот крем я могу тоже, в принципе, порекомендовать. Я уверена, что у них и остальные средства в их линейке. Сейчас скажу название. Биолита. Белорусский, пожалуйста, крем. Отличный, интенсивный такой серум от Тони Молли. Я про него уже рассказывала. Разглаживающие морщинки. Это профессиональная косметика для глаз. Я взяла Обсис. Мне очень понравился этот крем. Такой вот лосьон от Ивроше. Он у меня стоит просто для того, чтобы периодически его нюхать. Потому что он очень сильно напоминает мне школьные годы, когда Ивроше только появились вообще на российском рынке. Ну, во всяком случае, у нас в городе, в Магадане. И все тогда покупали их ароматы. Я помню, кокосовый, вот такой ягодный. И сейчас уже, купив его, попробовав, у меня покраснела кожа. Даже на ногах, казалось бы, где она никогда ни на что не реагирует. Вот насколько это, как мне кажется, не особенно натуральный, полезный крем. Но его запах божественный для меня. И я вот периодически подхожу, его открываю и наслаждаюсь воспоминаниями. Вот так я выгляжу без малейшего намека на макияж, на какую-либо прическу. Кстати, многие спрашивали, какой у меня волос без укладки. Вот такой. Я даже не сушила его феном. В принципе, он у меня прямой, но не гладкий. И лучше бы мне его сушить феном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok